Добрый день! Меня зовут Андреева Дарья Германа. Я являюсь репетитором по немецкому и английскому языкам. И сегодня я приглашаю вас на свой открытый урок, который называется «Степень сравнения прилагательных в английском языке». Данная тема рассматривается в курсе русского языка, поэтому нам будет легче, мы будем находить параллели. Итак, начнем мы с положительной степени сравнения прилагательных. Положительная степень сравнения прилагательных – это такая степень, при которой два объекта либо обладают одинаковыми качествами, либо же ими не обладают. И, как всегда в иностранном языке, неплохо знать, какие подсказки, какие признаки этой степени у нас есть. Подсказкой может являться повторяющийся союз «с» или «not as as». «Такой как», «не такой как». Сейчас мы посмотрим в раздаточный материал. Там всё то, что я говорю, продублировано, то есть можно этим пользоваться. Итак, если у нас есть утвердительное предложение, и есть два объекта по каким-то качествам и свойствам своим одинаковыми. Например, по размеру. Большой будет big, да? Есть два объекта – A и B. A и B по-английски. A is as big as B. A такой же большой, как B. Если объекты различаются по какому-то качеству, в данном случае по размеру, то у нас будет уже отрицание. A is not as big as B. А не такой большой, как B. Во множественном числе, да, смотрим. У нас поменяется глагол «связка» на глагол «связку» множественного числа, то есть с «из» на «а». И на схеме у нас представлены наши объекты удвоенными буковками A и B. То есть во множественном числе, например, будут cats – кошки, dogs – собаки и так далее. A, A – as big as B, B. А, A – такие же большие, как B. B, B – A, A – are not as big as B, B. А, A – не такие большие, как B, B. Вот и всё, что мы можем сказать про положительную степень прилагательных. Двигаемся дальше. Мы подошли к сравнительной степени прилагательных. Сравнительная, как можно догадаться, по названию такая степень, в которой два предмета сравниваются, и один по своим качествам превосходит другой. Мы рассмотрим сравнительную степень поэтапно. Сначала мы рассмотрим её у одной и двух сложных прилагательных. Сотем мы рассмотрим у одной и двух сложных прилагательных превосходную степень. А потом, после этого, перейдём к длинным прилагательным, так как у коротких и длинных прилагательных есть разные особенности в образовании сравнительной и превосходной степени. Итак, одно или двух сложных прилагательных, попросту краткие, и их сравнительная степень. Для того, чтобы образовать сравнительную степень одной или двух сложного прилагательного мы к положительной степени добавляем суффикс и-а, суффикс, состоящий из двух букв. Например, у нас есть прилагательное tall, высокий. Добавляем к нему суффикс и-а и получаем taller, выше. У нас есть прилагательное small, маленький. Добавляем к нему суффикс и-а и получаем smaller, меньше. У нас есть прилагательное быстрый, fast. Добавляем к нему и-а и получаем faster, быстрее. У нас есть прилагательное long. К нему добавляем и-а, получится loner, длиннее. Также подсказкой в данном случае является then, чем. Обратите внимание, пишется через a и постарайтесь не путать then, которое пишется через и-и и переводится как затем, потом. Например, a is smaller than b. a меньше, чем b. Теперь поговорим о сравнительной степени одно и двух сложных прилагателей. Итак, сравнительная степень, вернее, превосходная степень одной и двух сложных прилагателей. Простите, пожалуйста. Превосходная степень к положительной степени добавляется суффикс ист. Например, тол высокий, про себя можно проговорить толе, выше, и превосходная степень. Толист, самый высокий, суффикс ист, и эст, суффикс ист. Обычно перед прилагательным в превосходной степени мы добавляем определенный артикль the, и если у нас это прилагательное превосходит другие в своей группе, мы можем добавить после него of. The tallest of Самый высокий из всех. The smallest of Самый маленький из всех. The fastest of Самый быстрый из всех. The longest of Самый длинный из всех. А, то есть A is the smallest of all. A самый маленький из всех. Mike is the tallest boy of the class. Mike – самый высокий мальчик в классе. Говорим о правописании к одной и двух сложных прилагателям. Здесь есть свои тонкости. Итак, посмотрим. Если прилагательное оканчивается на немую буковку и, как, например, nice – милый, красивый, и late – поздний, то мы как бы отсекаем эту буковку, а суффикс сравнительной степени или суффикс превосходной степени мы добавляем уже непосредственно к корню. То есть там не идет удвоение гласной «и». Например, nice – nicer than nicest. В раздаточном материале вы можете посмотреть, как это пишется. Late – later than latest. Если прилагательное одно или двухсложное и оканчивается оно на такие буквосочетания, как I-G-O-T-I-N, то эти буквосочетания в сравнительной и превосходной степени удваиваются. В таких словах, как, например, big – bigger – the biggest. Большой – больше – самый большой. Hot – hotter – the hottest. Жаркий – более жаркий – самый жаркий. thin – thinner – the thinnest. Тощий – более тощий – самый тощий. Если прилагательное оканчивается у нас на букву Y, как, например, easy – легкий, happy – счастливый, heavy – тяжелый, то эта буковка Y заменяется на I и уже к этой I добавляются известные нам суффиксы в сравнительной и превосходной степени happy – happier – the happiest. Счастливый – счастливее – самый счастливый. easy – easier – the easiest. Простой – проще – самый простой. heavy – heavier – the happiest. Тяжелый – тяжелее – самый тяжелый. То, как все это пишется, вы можете посмотреть в раздаточном материале. Перейдем теперь к двух и трех сложных прилагателям. Попросту – длинным. Здесь, несмотря на размер прилагательного, образование сравнительной и превосходной степеней идет проще. Всего лишь к слову. В положительной степени добавляется у нас слово more – образование сравнительной. Но добавляется оно перед словом, стоящим в положительной степени. Например, expensive – считаем в слове expensive. Длинное прилагательное – значит, оно будет по принципу степени сравнения длинных прилагательных. More expensive – более дорогой – дороже. Polite – polite. Polite – more polite. Вежливый – более вежливый. Вежливый. Interesting – more interesting. Интересный – интересный. Например, A is more expensive than B. А – дороже, чем B. Если мы говорим о превосходной степени, то есть о той степени, когда предмет у нас является уникальным в своем роде, превосходящим прочие предметы из данной группы, мы берем слово most. И, как у нас и было с прилагательными в превосходной степени, перед словом most мы ставим артикль D. Expensive – more expensive. The most expensive – самый дорогой. Polite – more polite. The most polite. Вежливый – вежливее, самый вежливый. Interesting – more interesting than most interesting. Интересный – интереснее, самый интересный. A is the most expensive of all. А – самый дорогой из всех. Теперь пришла пора нам поговорить об исключениях среди степеней сравнения прилагательных. То есть, например, у нас есть следующее исключение. Good – прилагательное «хороший». Это краткое прилагательное. Казалось бы, мы должны добавить суффикс –и-а, чтобы получить лучше, но нет. Good – better – the best. Хороший – лучше. Лучше всего. Самый лучший. Точно так же и с его антонимом. Прилагательное «bad» – плохой. Bad – worse – the worst. Плохой – хуже. Хуже всего. С прилагательным «much» – много. Тоже интересная история выходит. «Much» – много. «Mor» – больше. И «the most» – больше всего. Тут следует помнить, что прилагательное «much» у нас употребляется с неисчисляемыми существительными. Такими, как, например, «milk» – молоко, «water», «wada», «music» – музыка. «Much» – «music» – много музыки. Далее, «больше» с исчисляемыми существительными будет у нас «many». «Many» – more – the most. Много, больше, больше всего. Например, «many cars» – много машин. «Many towns» – много небольших городов. «Many houses» – много домов. «Little» – мало, «less» – меньше, «the least» – меньше всего. Следующее исключение, которое мы рассмотрим, это исключение, связанное с трудностями перевода. Мы можем сказать «мало», «мало», «меньше» и «меньше всего». Например, «I have less time than he». «У меня меньше времени, чем у него». Или же. Это если мы говорим о прилагательном «little» – мало в положительной степени. Если мы говорим о наречии «little» – мало в положительной степени. Если мы говорим о прилагательном «little» – маленький, то тогда мы заменяем его на «small» – тоже маленький. И степень сравнения у него будет «smaller» и «the smallest». Например, «Jack is little, but Alice is even smaller. She is the smallest in their family». «Jack» – маленький, но Алиса еще меньше. Она самая маленькая в их семье. Точно так же со словом «больше». Либо у нас это «match» для несчисляемых существительных. «Mного». Опять «milk», «moloko», «water», «water» и «using мозг». Например, «I have more time than he». У меня больше предметы, чем у него. Либо у нас это «big» или «large». Если говорится о каком-то неабстрактном предмете. «Big» – «bigger» – «the biggest» или «large» – «larger» – «the largest». «My room is bigger, larger than yours». «Моя комната больше твоей». Далее рассмотрим прилагательные, которые имеют две формы, различающиеся по значению. Мы знаем прилагательное «old» – «старый». «Older» – «старше», но старше по возрасту. «The oldest» – «старейший», «самый старый». «My friend is two years older than me». «Мой друг на два года старше меня». Если же мы говорим о детях одной семьи, то у нас «old» так и останется «старый», но «старше» будет «elder». Даже не обязательно «детях одной семьи», просто «людях из одной семьи». «И превосходная степень» тогда будет «the oldest». «My elder brother is in Spain now». «Мой старший брат сейчас находится в Испании». «Near» – «близкий». «Nearer» – «более близкий». «The nearest» – «ближайший», но при этом «ближайший» по расстоянию. «It's the nearest way from here». «Да ближайший путь отсюда». Если же мы говорим о следующем по порядку, то будет всё точно так же, но будет «near» – «nearer» – «the next». «You will be the next» – «ты будешь следующим». Далее рассмотрим прилагательное «far» – «далёкий». «Far» – «father» через «a» – «the farthest». Здесь речь идёт о дальнем по расстоянию. «His house is farther from here than mine». И подумать отсюда дальше, чем мы. Если у нас есть дальнейшие в абстрактном значении типа дальнейшего обучения, то тогда мы уже используем в сравнительной и превосходной степени «further» и «the farthest». Соответственно, «are you planning to go to the university for further education?» Ты планируешь пойти в университет, чтобы продолжить своё дальнейшее образование? Так точно та же история и с «late». В зависимости от того, что мы имеем в виду, у нас разные формы, начиная с сравнительной степени. Например, «late» – «pоздний», «later» – «более поздний по времени». «The latest» – «самый поздний». Допустим, «the latest news» – «последнее известие». «Letter» – «последний из двух упомянутых по порядку». «The last» – «самый последний по порядку». «The latter half of the week» – «вторая половина недели». Теперь рассмотрим прилагательные, которые способны образовывать сравнительную степень двумя способами. Это «able» – «способный», «angry» – «слой», «clever» – «умный», «common общий», «cruel» – «жестокий», «friendly» – «дружелюбный», «gentle» – «мягкий» или «деликатный», «handsome» – «красивый», но «красивый» именно о мужчине, а не о женщине. «Narrow» – «узкий», «pleasant» – «приятный», «pallite» – «вежливый», «quite» – «тихий», «serious» – «серьёзный», «символ» – «красной» и «савой» – «кистный». «Your брат дружелюбнее, чем ты». И напоследок ознакомимся с некоторыми устойчивыми выражениями, где прилагательность стоит в сравнительной степени. Например, «much better» – «гораздо значительно лучше», «much more» – «гораздо значительно больше», «much worse» – «гораздо значительно хуже». Допустим, «the weather is much better today». И наш сегодняшний урок мы закончим подаворкой. «The sooner the better» – «чем скорее, тем лучше». Чем скорее, тем лучше мы начнём изучать прилагательные английского языка и степени их сравнения, тем быстрее мы ими обладим. Всего доброго!